всем привет с вами виктория и добро пожаловать на мой канал сегодня я предлагаю вам рецепт брюссельских вафель по стечению обстоятельств я прожила в бельгии целый год и там научилась готовить эти вафли оставайтесь со мной и вы узнаете все секреты приготовления правильных идеальных брюссельских вафель готовить я их буду в вафельнице этот рецепт отличается от обычного рецепта вафель который уже есть на моем канале и ссылку я вам оставлю в описании под видео для приготовления мне понадобилось 100 грамм сливочного масла 4 яйца 2 столовые ложки сахара 300 миллилитров молока 200 грамм муки и щепотка соли сначала ставим сливочное масло в микроволновую печь на одну минуту нам нужно его растопить растопленное сливочное масло отставляем в сторону и пока займемся яйцами отделяем желтки от белков из данного количества ингредиентов получается 12 14 штук вафель зависимости от диаметра вашей вафельницы затем замешиваем тесто в емкость высыпаем 100 грамм муки и 2 столовые ложки сахара добавляем щепотку соли и желтки и хорошо перемешиваем венчиком добавляем растопленное сливочное масло сливочное масло должно быть уже остывшим перемешиваем до однородности и постепенно вливаем молоко и высыпаем оставшуюся муку поочередно немного муки немного молока и перемешиваем на моем канале есть другие рецепты домашней выпечки тортов завтраков ссылки я вам оставлю в описании под видео пока я перемешиваю не забудьте подписаться на мой канал у меня рецепты вкусные интересные я очень много путешествовала уже давно живу во франции могу поделиться с вами личным опытом многих кулинарных рецептов что мы делаем дальше дальше нам нужно очень хорошо взбить до пиков белки взбиваем белки вот такие должны получиться белки именно до пиков и затем постепенно добавляем белки в тесто сначала добавляем одну третью часть белков и так как их очень сложно сразу будет перемешать лопаткой то одну третью часть перемешиваем венчиком затем берем лопатку откладываем венчик и оставшуюся часть белков перемешиваем лопаткой снизу вверх постепенно процесс перемешивания теста займет пять минут но нужно набраться терпения хорошо перемешать все до однородности в этом и заключается секрет приготовления брюссельских вафель тесто должно быть воздушное за счет взбитых белков затем накрываем тесто полотенцем и отставляем на 30 минут 30 минут прошло вот такое по консистенции получается тесто и теперь разогреваем вафельницу смазываем ее обильно сливочным маслом и выливаем половник теста в вафельницу закрываем и оставляем на 5 минут вафли очень легко достаются из вафельницы выкладываем их на блюда и продолжаем выливаем тесто на вафельницу тесто должно хорошо покрыть вафельницу закрываем оставляем забываем на 5 минут и открываем и заново продолжаем каждый раз нужно обильно смазывать сливочным маслом вафельницу зачем это нужно потому что текстура этого теста такая если вы не смажете то вафли получится бледные а так они получатся такого золотистого цвета брюссельские вафли нам известно больше быть названием как бельгийские всемирную известность они приобрели в 1958 году на одной всемирные выставки в брюсселе существует несколько разновидностей брюссельских вафель также есть рецепт на дрожжах подавать к столу бельгийские вафли принято теплыми присыпанными сахарной пудрой либо со взбитыми сливками также их поливают иногда шоколадным сиропом вафли получаются очень вкусные и хрустящие надеюсь видео вам понравилось ставьте лайк очень рекомендую вам попробовать приготовить такие вафли всем желаю приятного аппетита и до новых встреч